И к скандалу дня. Челябинских детей везли из Крыма без остановок, воды и питья. Школьники ехали в маршрутном такси, лежа на полу. Буквально в нечеловеческих условиях они добирались до дома двое суток. Машину остановили сотрудники ГИБДД и сейчас ребята находятся в Саратове. Трое школьников от переутомления попали в больницу, остальных временно разместили в лагере. Когда детей вернут родителям и кто им помогает? Эльвира Хафизова разбиралась. Я хотела бы узнать, как там наши дети. Я предпринимаю, значит сейчас местный перевозчик, автобус подойдет. В течение полутора часов уже проплатили его. Но автобус так и не приехал. Только обещания от организатора тура мамы детей слышат уже четвертые сутки. 16 школьников застряли в Саратовской области. Живут несколько дней в одном из лагерей. По дороге домой их остановили сотрудники ГИБДД и запретили дальше ехать. На обратном пути получается их просто организаторы бросили. Их посадили в маршрутки и просто повезли без остановки. Но до сих пор, до сих пор, вот уже сегодня вторник и дети до сих пор находятся там. Дети без теплых вещей. Там очень холодно, дети заболевают. Обещали и остановку на ночлег, но спать детям пришлось на полу маршрутного такси. Эти шокирующие снимки прислала мама одного из детей. Женщины сопровождают группу, школьники лежат на полу маршрутки. Вместо подушки и одеяла, рюкзаки и толстовки. Кроме того, у водителя не оказалось путевого листа. Автобус не оборудован ремнями безопасности. Разрешения на перевозку детей тоже нет. Сомнительного перевозчика наняли сами родители. Организатор поездки уверен, что все в порядке и рассказывает свою версию произошедшего. По словам родителей, за поездку они отдали по 25 тысяч рублей. Подписали, не глядя договор, доверились организатору. Когда спохватились, офис оказался закрыт. Вот тот самый офис, где, по мнению родителей, располагалась контора, но никаких опознавательных знаков и вывесок на стене нет. А кабинет, где заключались договоры, и вовсе закрыт. По поручению главы региона Алексея Текслера, к возвращению южноуральских детей домой подключилось правительство и уполномоченные по правам ребенка. Власти помогли найти нового перевозчика, и дети должны были в обед выехать. Однако компания отказалась вести детей из-за поднятой шумихи. Организаторы пытались отправить детей поездом. Но власти региона это предотвратили и обязали срочно найти другой автобус. С ГИБДД и администрации Саратова перевозка уже согласована. Подростков отправят домой в Челябинск утром 14 августа. Организаторов ждет проверка силовиков. Сегодня на ту фирму, которая осуществляла перевозки, мы передадим, соответственно, в правоохранительные органы, потому что они понимали, что они перевозят детей в нарушение всех норм. Ирина Гехт попросила родителей быть внимательнее при заключении договоров на отдых детей, а также поблагодарила руководство Саратовской области. Оно сейчас обеспечивает проживание, питание и медицинское обслуживание челябинцев в регионе. И если все пойдет по плану, школьники вернутся домой уже в четверг. Эльвира Хафизова, Борис Абрамов, Александр Рязанцев, ОТВ.